Моя задача рассказать про ингибиторы иммуноконтрольных точек с несколько необычным аспектом, место их использования при нехочкинских лимфомах. Я ничего не буду говорить про механизм действия, потому что, наверное, в нашей стране сейчас не осталось ни одного онколога, ни одного онкогематолога, который бы не использовали эти препараты для лечения либо солидных опухолей, либо лимфомы Кочкина с прекрасными результатами. А буду рассказывать непосредственно о результатах, где мы еще можем применить эти препараты. Ну, вообще ингибиторов контрольных точек несколько классов может быть, но я буду говорить о тех, которые наиболее часто используются. Это сейчас два препарата, зарегистрировано в нашей стране. Препарат неволумаб, с которым у нас самый большой опыт общения, наверное, и препарат пембролизумаб. Количество клинических исследований этих препаратов при нехочненских лимфомах достаточно большое. Посмотрите, на этом слайде я показала вам статистику, сколько клинических исследований, например, неволумаба и пембролизумаба было проведено с 2014 года по 2020 год. Пик этих клинических исследований пришелся на 2018 год. Причем достаточно много исследований не только первой фазы, но и второй, третьей фазы. Это более светлые столбики. И, наверное, такое количество исследований говорит о том, что что-то в этом есть и какой-то смысл имеется. Результаты положительные применения пембролизумаба и неволумаба при нехочненских лимфомах связаны с тем, что имеется точка приложения при различных вариантах лимфом. А именно, должна быть повышена экспрессия PD-1 на клетках микроокружения или PD-L1 на опухолевых клетках, на лимфомных клетках. Наибольшее количество, наибольшая экспрессия представлена, конечно, при классической лимфоме Кочкина. Вы видите, сколько PD-L1 и сколько PD-1 тоже есть при этом варианте лимфом. Но есть и другие лимфомы. Например, лимфома серой зоны практически 100% пациентов имеют экспрессию PD-L1. Периферическая, ой, извините, первичная медицинальная крупноклеточная лимфома тоже самое, очень высокий уровень экспрессии. При первичной лимфоме ЦНС. При хроническом лимфолюкозе тоже пытались изучать применение этих препаратов, но при хроническом лимфолюкозе я сегодня об этой нозалуге ничего говорить не буду. При диффузной бакрокноклеточной лимфоме достаточно низкая экспрессия, но я покажу результаты, которые имеются в клинических исследованиях. При фолликулярной лимфоме тоже невысока экспрессия PD-L1 практически отсутствует, а экспрессия на микроокружении присутствует. Поэтому иногда можно ожидать какого-то эффекта, наверное. Это один из механизмов. Существуют и другие механизмы возможного действия ингибиторов иммунных контрольных точек. Например, мутационная нагрузка или экспрессию PD-L1 повышается при инфицировании вирусом Акштейна-БАР. Возможно, есть еще какие-то другие механизмы, но самые распространенные, самые лежащие, так сказать, на поверхности, хорошо изучены, это эффективность при тех вариантах лимфом, где есть гиперэкспрессия PD-1 и PD-L1. Мы начнем с первичной медицинальной баклеточной лимфомы. На сегодняшний день мы знаем результаты двух клинических исследований использования пембролизумаба. Киноут-13, небольшое исследование, 21 человек, и побольше исследование Киноут-170, где было собрано 53 человека. Сейчас мы знаем уже отдаленные результаты после трех лет наблюдения. Около половины пациентов имеют какой-то объективный ответ, 48-45%. При этом полных ответов от 33 до 13. Но там, где были ответы полные 13, эти ответы оценивались критерием Чессона 2007 года. Когда через три года пересмотрели то, что могли по критериям Лугана, то выяснилось, что полных ответов 19. И медиана длительности ответа через три года наблюдения уже не достигнута и максимально достигала практически 47 месяцев. Медиана безпрогрессивной выживаемости 5,5, медиана общей выживаемости 22 месяца. Я вам покажу сейчас эти картины. Вы видите, как изменяется опухолевая масса. Очень многие боли достигали частичного и полного ответа. И в исследовании КИНО-13, и в исследовании КИНО-170. И общая выживаемость двух этих исследований была вполне хорошая. Она представлена на этом слайде. А вот результаты через три года наблюдения. Обращает на себя внимание вот первый слайд, первый график. Это общая выживаемость тех пациентов, у которых был достигнут ответ. Посмотрите, пожалуйста, через период времени от одного года до трех лет у пациентов случилось, в общей массе пациентов случилось только одно событие. Только один пациент погиб. Все остальные пациенты оставались с ответом ремиссии заболевания. Причем интересно, что в этом исследовании не проводилась консолидирующая терапия ни аутотрансплантации, ни аллогенопереклантации. Здесь вы видите соответствующую беспрогрессивную выживаемость по целой группе пациентов. И общая выживаемость, она тоже очень хороша для группы рецидивно-перефрактерных лимфом, первичных медиастинальных лимфом. Что же касается, куда мы дальше можем пойти? Мы можем сочетать ингибитор иммунных контрольных точек с какими-то другими препаратами. Но если речь идет о рецидивно-перефрактерных лимфомах, навряд ли применение в сочетании с химией препаратами будет столь хорошо, потому что, во-первых, накапливается токсичность, во-вторых, эти препараты использовались на первой-второй линии терапии еще до применения ингибитор иммунных контрольных точек. И вот профессор Зинзани организовала правила исследования Никулумаба в сочетании с брентуксимабом-гидатином и пациентом с рецидивно-рефрактерных первичных медиастинальных лимфом. Это было исследование Checkmate 436. Здесь результаты еще более впечатляющие, потому что у пациентов, достигших ответов, не было ни одного события. Все эти пациенты живы, и все они находятся в полной ремиссии заболевания. В общей же группе вы видите лучшие ответы, очень много частичных уковных ответов. Вы видите беспрогрессивную выживаемость, тоже с очень небольшим количеством событий, на самом деле, между 12 и 24 месяцами. И то же самое касается и общей выживаемости. В этом исследовании медиана линий терапии до применения вот этой схемы БЛАВ равнялась 2, от 2 до 5. Я говорю это потому, что хочу показать наши результаты. Мы набрали 20 пациентов с первичной медиастинальной лимфомой, которые получали на разных этапах своей жизни терапию НИВЛУМАБа. Но правильнее было бы назвать, что это НИВЛУМАБ содержащий режим. В модном режиме только 2 пациента получили НИВЛУМАБ, у всех остальных было сочетание в основном с химиотерапией 12 пациентов, также с БЛАВ 4 пациентов, и НИВЛУМАБ с линолидомидом тоже мы использовали. В результате общий ответ был 60%, приблизительно такой же, с полными ответами 35%. Это приблизительно такой же ответ, как на терапии, монотерапии, пембролизумаба, и хуже, чем на сочетании терапии НИВЛУМАБ вместе с брендоксимабом и датином. И, соответственно, вы видите однолетнюю общую выживаемость 51% однолетних, беспрогрессивную выживаемость 44%. Таким образом, наверное, сочетание НИВЛУМАБа с химиотерапией не лучший вариант, но вот если мы посмотрим НИВЛУМАБ с брендоксимабом на кого-то наших пациентов, то два пациента попали в группу полного ответа и один пациент в группу с частичным ответом. То есть, в принципе, приблизительно то же самое, что и в группе профессора Зинзани. Таким образом, это перспективное направление для лечения этих пациентов. Есть еще один вариант лимфомы, достаточно близкий к классической лимфоме Кочкина, а также близкий к первичной медиастинальной лимфоме, так называемая лимфома серой зоны. Практически у всех пациентов при лимфоме серой зоны имеется гиперэкспрессия PD-L1, PD-1 и соответствующая генетическая аберрация на 9-й хромосоме 9P241, которая обеспечивает гиперэкспрессию вот этих молекул на поверхности опухолевых клеток или микроокружений. Мы собрали всего, в этом исследовании было собрано 10 пациентов, достаточно молодых, 35 медиана возраста, и вы видите, что многие пациенты достигли полного или частичного ответа. Но поскольку дальнейшие прогнозы таких пациентов все равно не очень хороши, то половина этих пациентов в дальнейшем получила какую-то консолидацию. Четверо пациентов получили аллогенную трансплантацию и один аутологичную. Поэтому проследить, как долго у этих пациентов длилось до ремиссии только после неволумаба и сочетания с мабом невозможно, потому что пациенты получили в дальнейшем другом методе лечения. Но общая выживаемость у них была, 6-месячная общая выживаемость была 80%. В нашей клинике у нас было 9 пациентов, и мы получили приблизительно такие же результаты. Общая выживаемость 83% из-за прогрессивной выживаемости 48%. Наши пациенты получали также сочетанную терапию неволумаб с химиотерапией, неволумаб с линдомидом, неволумаб с бринтоксимабом. Половина пациентов получали монотерапию неволумаб. У всех была обнаружена экспрессия ПДЛ-1 в различной степени от 80% до 100% клеток. Половина пациентов получили дальнейшую консолидацию. Один пациент аллогенную трансплантацию и три пациента аутологичную трансплантацию. Длительное сохранение ответов составило 14 месяцев в нашей группе. По поводу других вариантов линфомы. Сейчас я расскажу несколько слов о фолликулярной линфоме и дифозной барекклеточной линфоме. Была такая интересная работа в 2017 году. Исследование фембролизумаба в комбинации с линфомабом у пациентов с рецидивной и рефрактерной фолликулярной линфомой. И она показала очень высокий уровень полных ответов. Буквально полных ответов оказалось 50% в этой работе. Но в этой работе была особенность. Все пациенты имели химиочувствительный и иммуночувствительный рецидив. То есть на предыдущем этапе лечения у этих пациентов ответный ретоксимаб длился не менее чем полгода. То есть эти пациенты не потеряли чувствительность к ретуксимабу, когда они вошли в это исследование. И не очень понятно, за счет чего был получен ответ. За счет сочетания пембролизумаба с ретуксимабом или за счет только ретуксимаба. Но, тем не менее, решили проверить результаты. И есть исследование ЧЕКМЭТ-140, исследование второй фазы, монотерапия неволумаба у пациента, тоже специфирующий репракторный поликулярный лихомер. И здесь не подтверждено такие прекрасные результаты. Вы видите, что ответы были, но полные частичные ответы были буквально у четырех пациентов в этом исследовании. Конечно, пациенты были достаточно привлечены. Все, большинство имели третью-четвертую стадию заболевания в моменте заболевания. У них был высокий клипи. Больше 60% имели промежуточный высокий прогностический индекс. Лидиана линии терапии 3 от 2 до 10. Может быть, еще за счет этого были результаты хуже, чем в предыдущем исследовании. Но посмотрите, беспрогрессивная выживаемость, в конце концов, к 2 годам вообще равнялась нулю. То есть все пациенты спрогрессировали, но общая выживаемость, естественно, была неплохая. Это поликулярная лимфома, ее можно лечить. Она, в общем-то, не так уж быстро и прогрессирует на других методах терапии. Но вы знаете такой эффект, что ингибиторы иммуноконтрольных точек могут сенсибилизировать пациентов, точнее, не пациентов, конечно, а лимфомы к другой какой-то терапии. К химиотерапии, это известно на солидных опухолях и лимфомах почкина. Может быть, и к другим таргетным препаратам, может быть, и к другим иммунопрепаратам. И вот в Австралии было организовано клиническое исследование первой линии терапии. Пациенты с поликулярной лимфомы 3-4 стадии, которые требовали лечения, получали сначала терапию, монотерапию неволумабом, 4 введения неволумаба. Затем пациенты, достигшие полного ответа, продолжали терапию неволумабом, а пациентам, у которых был частичный эффект стабилизации или прогрессивного заболевания, добавляли ретуксимаб. Что получилось? Получилось, что общий ответ был 92% с 56% полных ответов. Только на терапию неволумабом общий объективный ответ составил 28%, чуть меньше 1 трети. Вы видите, общая выживаемость, она 97% в течение одного года, и выживаемость свободная от неудач оказалась 68%. То есть достаточно обнадеживающие результаты, хотя это вторая фаза исследования. Мы никогда не можем сделать объективный вывод на основании только второй фазы. Надо было бы сравнить, что было бы, если бы эти пациенты получили только терапию. Переходим к диффузной бакреплоклеточной лифоны. Здесь, к сожалению, нет хороших результатов лечения. Было проведено исследование у пациентов с рецидивами, рефракторными формами ДБККЛ, у которых была либо неудача ауто-респлантации, то есть рецидив после ауто, или эти пациенты вообще нельзя было привести ауто-респлантацию, потому что они никогда не находились в ремиссии с болеванием. Это тоже было исследование второй фазы. Полные ответы были получены только у трех пациентов. Длительность ответа была различная, но в целом у пациентов, у которых был достигнут этот полный ответ или частичный ответ, она была неплохая, где-то в районе чуть меньше года или около одного года. Интересно было посмотреть, что это за три пациента. Всем пациентам проводилось генетическое исследование. Методы ФИШ определяли количество генетических операций, локус 9, P24, 1. И выяснилось, что амплификации было очень и очень мало, буквально у одного процента. А именно при наличии амплификации, при классической лимфоме Кочкина мы видим хорошие ответы. В основном была полисомия и дисомия. При классической лимфоме Кочкина тоже при этих вариантах генетических операций мы видим не очень хорошие результаты на терапии неглумабом или пембролизумабом. Что касается этих трех пациентов с полной ремиссией, только у одного пациента была обнаружена амплификация. А у остальных двух этой амплификации тоже не было. И гиперэкспрессии, соответственно, PD-L1 тоже не было. И какой механизм здесь сработал у этих двух пациентов, неизвестно. Мы еще не все знаем и, возможно, это надо изучать. Но есть вот вариант диффузной б-крупноклеточной лимфомы, которая выделена сейчас в отдельную группу. Это первичная лимфома центральной нервной системы. И здесь оказалось, что как раз достаточно часто встречается гиперэкспрессия PD-L1 и имеется соответствующая генетическая альтерация. И вот в 2017 году была замечательная работа, где было собрано несколько случаев, пять случаев, которые показали очень хорошие результаты у пациентов с первичной лимфомой ЦНС. Здесь приведены симптомы, которые были, которые стали после лечения неволумабом. И у четырех из пяти бы получен полный ответ, у одного пациента частичный ответ. Четыре пациента имели рецидивную или рефрактерную лимфому центральной нервной системы. И один рецидив центральной нервной системы, и привычно у него была дестикулярная лимфома. Мы набрали у себя тоже девять таких пациентов. И в принципе мы тоже видим ответы, хотя не такие прекрасные, как в этом исследовании. Но это дает нам надежду, и мы сейчас взяли на вооружение этот метод лечения для этой плохой варианте люфомы. И в заключении буквально один-два слайда про рефрактерную ТНК-клеточную лимфому. Сначала наши коллеги из ТНК-клеточной лимфомы, преимущественно назального типа, и показали очень хороший ответ, 100% общий ответ, с полным ответом у 71 пациента. Это дало толчок к изучению этих вариантов лимфом у пациентов, которые получали бы терапию неволюмабом и пембролизумабом. Ответы имеются и при других вариантах лимфом, периферических токлеточных лимфомах. Вы видите, беспрогрессивная выживаемость не очень хорошая, но общая выживаемость достаточно неплохая. Пытались также изучать, что же за пациенты, в чем их особенность, почему они ответили на терапию пембролизумабом. Но окончательного ответа нет. Единственное, что выяснили, что у пациентов с ответом было повышенное количество среди 4 позитивных клей. И в заключении позволю сказать следующее. Что ингибиторы иммунных контрольных точек могут быть эффективны при определенных вариантах неплохих лимфом. Это первичная медицинальная лимфома, лимфома сервизона, первичная лимфома ЦНС. Т-клеточные лимфомы в основном назального типа. Эффективность ингибиторов контрольных точек при этих лимфомах может быть связана с экспрессией PD-1 на лимфомных клетках или PD-1 на клетках иммунного микроокружения, но, возможно, и другие механизмы действия при лимфомах, для которых не характерны гиперспрессии PD-1 и PD-1. Но надо ли использовать их, и пытаться использовать при калекулярной лимфоме, например, дипозной, в крупноклеточной лимфоме думал, что нет, потому что появились другие новые препараты, внуно-коньюгате, биспецифические антитела, которые дают хорошие и надежные ответы при этих вариантах лимфомы. Спасибо большое за внимание. Спасибо.